друзья мои всем огромный привет ой в общем начала пересаживать вот этот адениум сейчас я покажу там его каудекс корни как начала я достала посмотрела думаю нет надо на память оставить видео сейчас у меня потихоньку продаются адениум продаются мои сеянцы но в основном знаете люди падки на прививки и на на меня для нем и я себе оставила один остальные же все распродала значит именно с этим адениумом у меня была к тотальная обрезка ссылочку подсказку я оставлю в верхнем углу видео кажется от 17 июня 2019 года я там полностью полностью обрезала корневую систему сейчас я покажу что у нас наросло так надо таз поставить чем я его хочу почистить от корней пересадить вот из этого вот такое пластиковая ведерко литровая по моему отнесу на работу знаете в нашем городе в принципе люди не знают что такое да и нём и 1 длине у меня до него у меня купила девочка с работы попросила говорит слушай а есть на продажу есть конечно она принеси мне что-нибудь интересно но говорит сильно большой я не хочу в итоге мы с ней обсудили все остановились на том что нам нужен менее адениум она поставила себя на рабочем столе у нее увидела родственница увидела клиенткой начали у него просить продай продай отдай отдай в итоге она мне говорит принеси я говорю слушай но именно меня длине у меня было их несколько штук нички нюшки я сажала для себя они такие классные если интересно в принципе могу завтра сфотографировать их и выставить сообществе фотографиям так вот я принесла еще одну минечку и принесла две прививки а прививки знать какие скажу ой-ой-ой блин там и первые у меня были руби эльф и и какая еще прислать уже не помню такая как роза красивая я делала прививочки делала дубли и в итоге из двух одно у меня купили 2 просто на работе стоит а меня дай нем которая принесла для клиентки либо для ее сестры она девочка увидела схватила говорит тонировки себе ставлю и сам себе выкупа в итоге через несколько дней я так увидела что нет этого адениума на работе на вопрос и он она сказала ой продала перепродала ну в принципе она за ту же цену что купила в итоге вот что у нас здесь наросло в принципе по величине он сейчас он мягковатый вода на не поливала его стоит начать поливать он опять надуется более округлый будет каудекс у нас по величине он ненамного вырос подальше просто убираю но корни стали толще и крупнее дальше внутри а здесь ведь вот это все это у нас всасывающие корни их там очень очень много они очень плотным комочком сидят я не буду их тревожить а когда я в прошлый раз пересаживала обрезала я прям полностью вот эти вот мочковатые корни которыми он пьет я полностью все обрезала вот сейчас я прям и тот же самый фенопласт керамзит просто в новый горшочек чтобы будущие хозяйки было удобнее наблюдать за корнями я пересажу в прозрачную я думаю так как бы более статичнее что ли чем из-под сметаны вот этой значит что мы делаем я сейчас выговариваю знаете еще что хочу здесь кто давно смотрит видео вот эти черные кусочки это камень шунгит я его хочу повыбирать и наверное также также добавлю грунт грунт уже намешан обрезать я ничего не буду пусть будет как есть просто единственное подниму прям вот так высоко то есть у нас будет там дупло которое можно будет поставить какую-нибудь маленькую маленькую фигурку грибочек какой-нибудь искусственную игрушечку значит вот это сделаю и что еще у нас тут в принципе 5 6 это где-то 245 до до 5 веточек я хочу обрезать вот эту самую длинную кстати именно этот экземпляр насколько я помню он сразу разветвился была неудачная прививка которую он причем два или три раза я прививала разные сорта он просто отторгал после этого он разветвился причем даже из одной точки роста на вот из одной точки роста пошло сразу две веточки но дело в том что одна обычно одна две ветви вот так росли остальные были очень очень крошечными стоило обрезать стоило обрезать основные вот эти ветки которые росли а здесь ведь разветвилась стоило обрезать укоротить сразу вот эти вот у которой недоразвитые но сам по себе это сеянницу не цвел ни разу потому что были часто и постоянные обрезки что мне не нравится в нем это длинные междоузлия даже несмотря на наличие на обилие солнца несмотря на подкормки у него длинные междоузлия то есть я бы на него например сделала прививку более здесь пять веток можно сделать один сорт можно мульти прививку значит длинные междоузлия как я уже сказала и мне не нравится вот эти длинные узкие листики да у них прикольный рисуночек судя по листве мне кажется даже будет цвести либо розовыми либо светлыми какими-то цветочками ну в общем продастся так продастся уедет к новой хозяйке так уедет значит мы сейчас его пересаживаем и обрезаем тут одну одну вот эту ветвь точно остальные я посмотрю все сейчас я это все сделаю и покажу уже готовый результат так я переехала на кухне у меня здесь все земле были посадки пересадки других растений например вот этот вот адениум я его когда-то показывала и да это не тот который был не совсем крохотулечный у этого листики знаете они крохотные они серебристые вот сейчас на вот этой ветке больше даже показывает передает свет посмотрите видите там зеленые это серебристо-голубоватые еще раз говорю были посадки пересадки там у меня записи перешла на кухню очень в той комнате темно решила чтобы он здесь пересаживать а шунгит кстати тоже не стала выбирать просто тот старый грунт не вода разбавлю свежим грунтом и посажу в него возможно какие-нибудь кактусы кукуленты то есть он принципе уже он не засалены ничего потому что поливается очень редко это растение удобрения вообще практически не видит вот поэтому свежий грунт добавим и посадим суккуленты и так мы примеряемся нам нужно еще грунт я хочу поднять довольно таки высоко его так как я больше чем уверена он в первый же день два-три не продастся будет стать у нас наглядно для красоты в парикмахерской то я успею его облагородить в каком плане постепенно вымыть вот здесь под напором сейчас я не хочу выкупать вот тут под напором здесь когда-то был пенокусок пенопласта у меня под попой лежал вот эту грязь и вымыть можно буду что-нибудь придумать так я бы такая еще добавить грунта мелочиться прям руками о самый раз нет я еще хочу если каких я сама себе до показа если какие-то будут мелкие корешки на поверхности в чем я конечно сомневаюсь но может быть допустим вот этот просто мы их потом обрежем да и все волчат самый раз сейчас я немножко прервусь одной рукой как-то не совсем удобно ну как-то вот так получилось как я говорила грунт очень рыхлый воздушный он в принципе от полива еще сядет поэтому будет еще ниже просто если его сейчас приподнять выше он вывалится в принципе так как я не было никакого вмешательства с корнями я его немного полью прямо сейчас совсем капельку так теперь что касается ветки обрежу вот эту длиннючую ветки темы и обрежем нити пыльный от грунта там не он шарики сынок притащил так сейчас я обрежу 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 где-то это вот так что касается грунта вот она веточка это на выброс что касается грунта у меня грунт как обычно мой универсальный что смысле универсальный для меня здесь значит у нас кокос дальше кокос из кирпичика который потом значит у меня здесь грунт для кактусов и суккулентов биогумус обязательно перлит потом я нашла в закромах немножко вермикулита думаю не повредит высыпала ну чтобы чтобы не мотылялся дальше добавила диатомита немножечко совсем здесь у меня еще не видно будет в гранулах удобрения калифос по моему обязательно добавила рисовую шелуху потому что у нас очень жаркое лето все быстро пересыхает рисовая шелуха жена она и обратила внимание очень хорошо сохраняет влагу и плюс она богата содержанием богата калием не очень много содержится потом тут у меня совсем граммулька шамот шамот это кирпичная крошка с кирпичного завода мне в прошлом году он так а гладенько тусени сама кирпичи рубила очень мне понравилось в использовании но пока достать негде надо добраться до кирпичного завода ну и вот это вот 10 литровый контейнер было где-то пол контейнера то я сегодня все попересаживаю на пол контейнера на 5 литров грунта я добавляю одну чайную ложку ой сейчас секунду фитоспорина в порошке уже немного осталось прям уже взяла себе заправила часто густо бывает пересаде что-то вспоминаю что я его забыла положить прям берите себе заправила на 5 литров грунта чайная ложка фитоспорина вреда вы не нанесете но а всяких бактерий грибочков вам защита будет хоть какое-то время ну вот и все сейчас я его немножко полью посмотрю можете так что прищипнуть но вряд ли вот такая вот получилась красота на этом все всем спасибо за просмотр спасибо что остаетесь нами и всем пока пока